бисьмеля добро пожаловать на практический курс системы администратора и мы продолжаем введение в linux сегодня будет будем устанавливать в м вары exercise ну или просто можно сказать продукт в м вар что такое в м вары exercise это из из exercise я забыл давайте загуглил и секс эмар и секса и пути вроде правильно произношу это лучший продукт по виртуальным решением то есть они впереди планеты все все именно по виртуал ком их виртуалки то есть по сути виртуалки они снижают производительность но по в м вар это это снижение очень низкая то есть почему потому что на железо ставится некой операционной системы и в этой то есть допустим вот у меня компьютер на железо сразу ставится операционка никакой прослойки сразу операционка а в случае виртуалок ставится операционка на эту операционку ставится виртуальная машина и на виртуальную машину ставится уже операционка то есть получается грубо говоря одна прокладка между железом дополнительно и операционкой но дает уйму возможностей и работа своем вар и просто доставляет удовольствие это не глючный хайперви это не ужасный оркл и это просто одно удовольствие там разные технологии которые позволяют на лету докидывать ядра процессора докидывать оперативку отлично работает с линуксами в отличие от хайперви он нормально работает только с виндой на прошлом уроке мы устанавливали линукс и мы видели что просто тупо гостевая служба не устанавливалась и не раз такого не было на вы его то есть идеально работать как винда так и линукс такой куча функций миграции то есть здесь мы проходим курс на хайперви но это только в целях обучения если вы создаете офис нуля или у вас есть возможность выбрать или даже пришли в компания есть виртуалки сделайте все на хайперви если у вас есть сервак переносите все на один переносите все новое варь я вам совет работайте только своим варь я работал у меня было 600 серверов разделено между оракл вем хайперви и варь я переносил все новое варь это удобно это практично это решение которое работает если давайте поставим есть у него продукта в м сферы эти воевар бэкап и рака ури мы шала их рассмотрим человек рассмотрим что такое воем сфера то есть вы воевары и сексай это ставится железо на сервер как хайперви то есть но на причем лучше еще воем вара windows во первых вы ставите хайперви мы не поставить на голую систему вам нужно ставить целую операционную систему которая ждет много ресурсов пусть там 2-3 гигабайта но она есть у нее больше проблем больше уязвимости и сексайтом небольшая операционка на базе линукса которую почти не есть ресурс которая не требовательная которая имеет безопасности в ней и именно только то что нужно для работы виртуалки они всякие там картаны установил устанавливаются слежки и статистики то есть шикарное шикарное решение давайте я пробую авторизоваться мне когда-то был аккаунт нам предлагает сферу установить но нам надо бы просто из икс ай к ним почему мне предлагает именно сферу поставить это док-то документ да не то а вот если вы хотите стать специалистом в области виртуальных технологий ищите курсы по в м вар и если вы научитесь пользоваться в м вар и продуктами вы научитесь использовать остальные системы ладно он мне не помню не может помочь найти сделаем похитрение немножко да в целях обучения повторяюсь на целях обучения потому что продукт платный требуется деньги о седьмая версия и видите он занимает вот 395 мегабайт а винда 4 гигабайта просто 4 гигабайта не нужно фигни ставить вот у нас есть и сошник я последний раз появился в девятнадцатом году была версия 65 а сейчас уже целая седьмая версия есть мажорная версия есть минорная то есть что такое минорная это например весь версия 6 4 6 5 6 6 это минорная версия мажорная это уже 7 что-то огромное произошло итак давайте по они что ли как парад с циской циска полтора процента купили ничего себе молодцы какие я выкунь картинку хотел найти интересно у нас были уроки по виртуалки на не стоит что здесь затрагивать здесь будем просто заниматься установку то есть мы ставим воевара и сексай мы еще можем поставить весь сфер и просто если у нас один сервак мы используем просто из секса подключается напрямую к серверу но есть вот морда мы будем через браузер заходить есть у нас несколько серверов кластер нам нужно ставить и сфер там есть разных функционал которые нам поможет в этом нелегком деле медленная скорость конечно скачивание давайте но мы сейчас такую дичь будем делать мы на виртуальную машину будем ставить виртуальную машину эту виртуальную машину поставим еще одну виртуальную машину звучит доска да сейчас все будет понятно просто чтобы вы умели ставить что это такое она на базе линукса поэтому я решил тут как бы линукс то мы особо не увидим но тем не менее первое поколение я даже не знаю сработает ли это ставим хайпер и было все правильно сделаем 10 он будет 30 место конечно у меня уходит как на дрожжах создали виртуалку красного закончилась скачивание блок так указываем диск процессора накинем указываем диск то есть вы создаете загрузочную флешку в мете установить и сейчас пройдем процесс очень простой устанавливаем куда допустим вы ставите сервак железный вы ставите отдельно покупаете создать желательно в рейд его закинуть и для безопасности сделать я честно вспомнил рейд 0 или рейд 1 в общем 1 1 жесткий диск для чтобы с ним работать а второй зеркало для безопасности что если откажет у меня был случай а виртуалки ставите уже на другие диски то есть надо разделять сюда подойдет ссдшник на 60 гигов выше крыши хватит 300 видите 300 мегабайт занимает 60 гигов чтобы не переплачивать можете там добавить рейд и так далее и собирайте в другой комплект дисков рейд 10 куда будете стоять виртуалки у меня накрылся жесткий диск я просто взял мне не было рейды я не сделал тогда я просто поставил новый диск он там же стоял но вместо в рейде не было и просто заново установил указал айпишник у меня сервак запустился то есть простой был грубо говоря 20 минут все это заняло но лучший вариант не второй комплекс рейдом а сетевое хранилище санда с хд-шка сетевое хранилище данных подключить и мы туда уже виртуал кстати то есть мы видим окошко предлагает нам установить третью версию мы надеемся что становится вот она приятная окошко устанавливается свет супер быстро все на базе linux а я надеюсь у нас пройдет потому что мы на виртуалке устанавливаем систему виртуализации попробуем создать там виртуальную машину познакомить с интерфейсом и если вы ну то есть изначально лучше бы было бы снимать эти курсы на именно в м вары почему я этого не сделал я повторюсь на хайпере потому что не у всех есть то есть чтобы с ним сделать курс на в м вары не надо было взять второй компьютер или ноутбук туда установить систему и с ним работать но у него нет у всех у такой возможности есть приложение в м в аэро workstation но это не то это для такого домашнего использования и но есть хайпер у всех большинство стоит винда кто смотрит этот курс и соответственно хайпер и проще ставится и на своем компьютере поэтому было такое решение целях обучения не нравится хайпер и вот что произошло написано что он выключается прошивки сервиса прошивки останавливает и лакейтед релокейтинг модульс и стартинг за кералл релокейт не знаю модули какие-то и запускает поднимает ядро до ну ждем что тут вообще не должно быть такого или он просит перезагрузить но возможно это за то что нас виртуал кого не установится к сожалению сне страции я покажу картинки а куда деваться давайте сброс делаем попробуем загрузиться с диска он так быстро уже установился он пытается видите загрузиться с диска что-то не уходит давайте попробуем еще раз установку сделать если не выйдет ну придется смотреть картинки он загружает установщик да он не может загрузить но потому что в виртуалке запустить виртуалку это такая на самом деле дичь на чё я рассчитывал ни на что я не рассчитывал к сожалению да к сожалению не вышло давайте смотреть картинки яндекс ну-ка кафту инсталл хайперви вот ненормально изначально была идея хайперви видимо не не один я такой он предлагает нам давайте попробуем удалить интерфейс игнор а просто так надо было нажать интересно конечно видите гугл подсказывает на шутап ну какие-то мне не помогают видимо ой нифига нажал это окей давайте сейчас еще сделаем пару попыток позавляемся извращением все вырубайся параметры начало мы отключим сеть нет подключения пусть будет два ядра уберем динамическую память попробуем никак не реагирует так и там на нажмите трав предлагает нам может сделать бросить тап прописать игноры лс равно труи отлично у нас отлично вот google чудеса творит можно позволять занимать всякими возвращением смотрите кстати видит нормальный процессор модель то есть когда вы будете становить на железо таких проблем конечно же не будет просто становится и все я надеюсь и 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 а там с перегрузом далее нет ничего лишнего то есть уже вот то есть разница 359 гигабайт установщик и целая windows ненужный функционал зачем это это небезопасно это нестабильно это неудобно это конечно удобно когда ты на компьютер взял хопер и просто но в продакт на решение просто лишняя растрата ресурсов нестабильность отсутствие безопасности почему бы они не сделаются взяли бы ядро винды что они не могут microsoft видимо это сделать ну вот какая-то служба не запускается и я думаю что все установилась просто не запускается то есть когда опять повторюсь на железо ставить у вас таких проблем не будет и вот видите появилась в морда которую можно подключить ну не знаю может а вот пошло пошло это красная ошибка была страшно ну вроде как все установилось пишет что нет у нас сетевого адаптера до сервер будет перезагружен мы его сейчас выключим добавим сетевой адаптер опять эта штука на был диск у нас вытащен так видимо просто так не запуск не запускается у нас вот вот Я выбрал запуск с локального диска возможно нужно было прописать здесь вот это вот на давайте сейчас пропишем что-то видимо не грузится с меня возможно не нужно было перезагружать интересно конечно все пошло не по плану попробуем заново установить сразу настроить сетку посмотрим что из этого выйдет жмем tab и возможно я неправильно что-то написал не сработало ignore headless а вот я гадлес написал игнор и адлес равно тру е смеляю а вот теперь правильно сейчас интересно он будет заново устанавливать же да он же должен увидеть что она установит и и и и и Продолжение следует... Поставлю, пока скачивается еще одну систему гипервизора, ROXMOX называется. Есть интересное решение ROXMOX. Опенсорсное, но оно больше подходит для линукса. Вот такая есть виртуалка. Виртуальная система, как она работает, она похожа на Hyper-V, по принципу работает, но намного лучше. Здесь появились новые виртуальные машины, которые используют, скажем, формат OpenWZ называется. Что такое формат виртуалки OpenWZ? То есть ставится линукс-система, полноценная операционка. И на эту операционку ставится OpenWZ-виртуалка. От этих OpenWZ пошли новые технологии типа докера. В OpenWZ нету ядра. Допустим, можно создать 20 виртуалок, и туда не нужно устанавливать по сути систему. Там не будет ядра. Допустим, поставить Debian или тому подобное, или Ubuntu. Допустим, мы поставили ProxMOX, и можно сделать 20 Ubuntu. Но на этих 20 виртуалок не будет ядра, и они будут мало забрать ресурсов. Все они, эти виртуалки, они будут смотреть и врать ядро с ProxMOX. То есть ProxMOX же установлена линукс-система. То есть они не будут делать копию ядра, и не будет такой прослойки типа железо, операционка, как Hyper-V. Получается, так, еще раз, железо идет от Hyper-V, да, операционка. На этой операционке стоит виртуалка, да, ну, это в один слой, скажем так. И третий слой получается Hyper-V, операционка самой виртуалки. То есть такое три слоя получается. В ProxMOX идет железо, линукс-система, и здесь же виртуалка в этом слое, во втором одного слоя нет. Потому что как бы он третий слой, но он берет со второго слоя операционку. А в случае с Hyper-V, две операционки идет. Операционка сервера и операционка виртуальной машины. То есть у нас же есть здесь... У нас вот, у нас вот, вот она моя операционка, а вот виртуалка, и здесь тоже операционка, контроллеры доменей, Windows сервер стоит, две операционки, понимаете? А здесь одна стоит. Почему он этот, F9, ну... Он, он не увидел у нас адаптер. Ну, не загружается у нас, к сожалению, ваймвары. Не загружается, надо на отдельный... То есть если у вас есть отдельный компьютер, а вот домашнее задание будет обязательно его поставить. Давайте посмотрим... Ваймвары ESXi... То есть задача какая? Найти компьютер, куда вы можете поставить ESXi... И начать пользоваться. Когда вы установили систему, у вас будет вот такое меню с настройками. Сейчас оно прогрузится. А, у меня же этот торрент грузится, да? Сейчас докачается. Оно довольно простое. А что, куда делать? Вот, вы попали сюда, после установки. А в рукстейшене, кстати, вот поставили ESXi... Может, в рукстейшен поставить. В рукстейшене он работает. Давайте это дело мы вырубим. И удалим, потому что место, да? Сейчас мы... Ну, тему виртуалок будет сегодня. Довольно интересно. Разберем, закроем ее. Просто, видите, это вот работа админ. Не вышло, что-то пробуешь по-другому. Не вышло, пробуешь по-другому. Когда вы запустились, у вас видите такое окно. Адрес, по которому может подключиться вот IPv4 и IPv6. Название, видишь, 6,5. Билд и характеристики компьютера. Ну вот, да. Весь процесс идет установки. И все на этом. Хотел меню показать. Почему показывает одно? А входит другое. Вот где вот это меню? Где эта картинка? Нету ее. Здесь довольно небольшое меню. Включить SSH. Можно подключиться. Отключить SSH. Я хочу вам показать основное меню. Вот оно. Ну, видите, вы можете зайти вот на настройки конфигурации в DNS. В DNS настройки прописать. Сюда, ну, там, настройки конфигурации. 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 Зашли сюда. Пописали настройки вручную. Обязательно нужно прописывать их вручную. Настроили DNS, как вам удобно. И все. Вся настройка. Дальше вы подключаетесь по IPv6. Просто в браузере вбиваете IPv6. И попадаете. Вот опять это окно. Сейчас будет другое что-то. По сути, вот, вся установка. Вообще ничего сложного нет. Вот это мне окно покажите, пожалуйста. Вот. Сменить пароль. Настройка сети. Перезапустить сетку. Проверить сетку. Пинг там обычный. В основном какие-то опции. Не знаю, что это такое. Настройка клавиатуры. Видимо, язык. И логи. Посмотрите. Здесь больше ничего не делайте. Можете выйти. Дальше подключаетесь через браузер. Веб. Сейчас пробьем. Сейчас, если удастся у нас, мы подключимся. Посмотрим. Посчитаем. Вот. Здесь висфер, конечно. Но, не такое сильное отличие, как вот от Hyper-V. Здесь картинка еще не прогрузилась. Мы увидим висфер. Это уже как, ну, видим кластер. Видите здесь. Что? И что это? Как мне по ней рассказывать? Нет. Это картинка страшная. Здесь сетевые настройки какие-то. Мы видим кластер. Собрались двух серверов. Один не работает. Вот. Выбрали кластер. И у него виртуалки. Все довольно просто. Пожалуйста. Вот здесь вот я пишу. Здесь картинка опять. У меня не грустится. Не думать, что качество упало. Вот здесь айпишник. И здесь виртуалки прописаны. Сейчас опять какая-то другая картинка будет. Я в шоке буду. Вот. Назвали название кластера. Вот. Клс. Видимо кластер. Здесь один сервак. И вот создали виртуалки. Это меню виртуалки. Общее меню. Вот у нас айпи адрес есть. Еще три айпи адреса. Написано. CentOS. Четвертая, пятая версия. 32 битная. Сколько у нас потребляет оперативки. Сколько памяти процессора. И место занимает. Мониторы. Там ресурсы показаны. Конфигурация. Не помню. Надо посмотреть, что здесь в этих платках. Ну все довольно привычно и просто. Просто чуть больше функционала. И немного удобнее сделать. Вот более хорошая картинка. Здесь конфигурация. Мы видим, что добавили какое-то сетевое оборудование. Виртуальное. Да. И как-то пытается все это соединить. оборудование. Но это висфер. Но установка подходит к концу. Мы сейчас, я напомню, ставим воркстейшн чисто для того, чтобы поставить ESXi. И пощупать его. И так. У нас. воркстейшн. Воркстейшн. А я не помню, чем какой лучше отличается. Какой-то из них платный, какой-то бесплатный. Воркстейшн, по-моему, у нас платный. Также можно было проводить уроки вот именно в этом приложении, но это тоже не интерпрайс решение. Ладно, по дефолту все поставим. Или плеер платный. Что у нас? Я повторюсь в целях обучения. А, тут есть 30 дней бесплатно. Не обязательно было скачать. Итак, что у нас? Мой компьютер, создать виртуальную машину. Выберем диск. Деньги. Деньги. укажем место давайте 30 гигабайт сделаем финиш соглашаемся со всем и запускаем предлагает что такое у нас обновлению стоит скипки версию виртуализация мд ве не поддерживается на этой платформе хотите продолжить без да мы хотим не не получается отключим здесь попробуем ну говорит что восстановительно нормальный физический компьютер смотрите как быстро работает в отличие от хайпер вида и сколько проблем мы избежали мы не считаем начали не и а и и и и и и и и и ну отлично как раз и здесь прокс макс посмотрим мы берем обновление потому что мы скачали периодскую версию проверим запись все отлично нет короче по скорости установки примерно одинаково вначале он быстро стартан вот это сервис мне кажется он дольше запускается может и так же давайте создадим новую виртуалку укажем новый диск а укажем новый диск сюда закинем это у нас linux я не помню на базе чего она сделана но выберем у бунта так переключимся сюда ну жмем континуум f11 предлагает диск интер кейборд и вес root чё не нравится пароль надо более сложно давайте сложно виду новая клавиатура я не у нас немножко миссу видимо нужно символы что ли я не знаю сейчас виду конь пароль забуду свой коронный сделаю до вот простой пароль не пройдет у нас почему-то предупреждает мы это пропускаем f11 стал интересно у нас даже не установился там операционка видите мышки нет я не могу двигать мне надо контр-альт нажать тогда мышка появляется не могу контр-альт то значит был даже не установка это загрузка операционки но она пока у нас мы установим прокс макс параллельно пока идет установка то есть запустили диск что у нас тут адвеншином сын дебаг мод нас это не интересует просто установка идет можно ли мне как-то отдельно в окно вывести я установил все здесь ребут не смотрите на название машинки надо переименовать ну давайте сейчас прокс макса подождем фейнвара вроде не пускается не поддерживает у нас загрузку пока все равно ставка идет видите ничего сложного ничего такого выберите диск опции настройки диска нажимаем next допустим выбираем рашен федерайшен жмем next пароль имейл совет указывать реальный рабочий которую вы мониторить либо сервисный рабочий но мы будем настраивать что там письма приходили домен смог напишем домен сладий и вот такой айпишник нет такой айпишник нам нельзя ну пусть будет 210 сейчас мы здесь установим пингонем если у нас 210 на свободно запустим установку и проверим вести 20 например но давайте не по правилам сделаем допустим на 202 был 203 вообще как рекомендую первые 50 айпишников выделять под сервера то есть первые два под оборудование 20 под сервера то есть 1213 это сервера потом с 30 там или 20 до 50 идет сетевого оборудования лучше 30 повыше 50 уже пользовательские от 100 скажем так итак мы получили айпишник я хочу я жму в 2 пишу наш пароль попадаю в настройки попадаем на стройке захожу в настройки сети делаю то же самое здесь вообще я думаю это нам не поможет пробел на был пробел нажать один нет 1.203 1.1 настройки днс а указываю вручную 1 200 альтернативность студент 2 168 11 костные вы мбр окей жму escape применить и перезагрузить заменяясь можно еще вот так вот сделать кей пишите кейс проверяем узел недоступен по причине того что сеть не настроена как здесь настроить сеть вообще без понятия заходим настройки машины я не могу ничего сделать надо вырубать нажимаю 12 ввожу пароль пишу шотдаун f2 мы повогостили заходим сюда хочу нас можем отсюда настроить вот я просто мышкой итак у нас есть нет ворк я хочу репликаешь и физику на экзорг ставлю галочку брить что есть мост соединиться с физическим интерфейсом запускаю машину ждем когда здесь появится пинг фокс макс у нас успешно установился вот страшно не стали установить туз какой-то айпишенькая узел все равно недоступен айпишенькая узел айпишенькая узел айпишенькая узел ну тут проблема у нас немножко другая так может перезапустим сеть не знаю может не помочь при старт менеджер метр окей ну прибыть не умеет вот так делать каши нельзя но зато быстро и проксмокс тоже фоксмокс вырубил здесь мы поменяем сеть нам брить ну ка здесь еще можно вот здесь можно прям параметры задать очень прикольно посмотрим что из этого выйдет один . я забыл 220 что ли я бы задал здесь мы должны убрать диск посмотрим какие у нас интерфейс появились почему у нас не появляется параметры адаптера возможно потому что у нас уже хайпер в есть смог план проксмокс пока забудем что он не установился а а зайдем настройки сети ведь у нас это общие настройки дисплей virtual network editor так у нас есть вот мы здесь сейчас выберем нормальный адаптер по у нас адаптер то нормально 50 адаптер и первого так ну вроде заработала возможно здесь галочку нужно ставить а 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 не совсем понятно какой из них хайпер виртуал так ну ребут не нет тут кстати он позволяет менять настройки но настройки применяется если вы погасили машинку так если не работаю но остается выбирать адаптер а почему что за фигня я же выбрал хайпер вилла вообще нету ни одной окей окей почему-то исчезла куда-то минут надо подключиться и фиг подключиться потому что сетью непонятно что сейчас я проверю ведь исчезает куда-то нет он на месте хорошо этот адаптер на не работа попробуем второй вы 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 давайте загуглим в м ворк стейшн как настроить сеть там дуля мы правильно все настроили пошел пинг значит на был просто второй адаптер так но гуглим 192 говорю не гуглим а заходим 1203 смене ему дополнительно ввожу логин логин но лучше менять везде иметь привычку root меня отлично вот мы и добрались у нас есть общее меню мы можем подключить и центр скачать и центр предлагать мы видим настройки сервера настройки сторожа давайте добавим какой-нибудь сторож у нас тут ничего добавлять то здесь например вы можете что добавить соска дышки диски можете добавить давайте по порядку можно создать виртуальную машину выключить перезагрузить тогда опции то же самое enter my tense mode когда вы включаете виртуалки вырубается к ним нету доступа если у вас в кластере что происходит и если у вас в кластере с двух серверов и более вы когда включаете my tense автоматически машинки перебираются на другие серваки и вы спокойно можете делать свою работу обновлять настройки это настройки доступа можно например root root изменить или нельзя изменить добавить пользователей других админов для чего это делается вообще потому что если кто-то что-то натворит в логах можно смотреть лучше для каждого пользователя отдельные отдельные давайте сделать секунд 60 секунд иметь отдельные логин например пофамильно чтобы понимать кто чего делает чтобы несли ответственность тут какой-то так лицензии понятно пакеты которые установлены именно здесь уже ведь мы видим все linux пакеты которые установлены сервисы которые есть иногда некоторые нужны никто не нужны регулировать квантификация можно актив директа и вот настроить смарт-карта сертификаты поставить настроить кто чем может владеть например маленьким админом можно дать права только там не знаю перезагружать определенные виртуалки ну и видя список виртуальных машин сетей из самих сторожей создавать виртуалки довольно просто жмем create предлагает нам создать новую машину что-то к ов и ова это можно сказать готовый готова виртуалка некоторые предоставляют уже готового виртуалка в этих форматах регист регистрируем уже существующую машину просто тут надо путь указать где она хранится я ой я не очень понимаю почему мне нет стора а все я понял почему стопа жене ну мы просто чтобы добавить сторож смотрите если вы допустим взяли терабайт и на него установили и сексой то он вот этот терабайт заберет под систему у вас не будет там 30 его впадает а потом ведь вот сторож не ведь сторож надо отдельно стоять поэтому лучше я говорил создать ник иметь на отдельный создать ник под систему возможно он его не увидит и нужна перезагрузка ну почему не выкину нажал обновить давайте ребутнем блин можно вот тут мы добавили диск лучше он на лету должен и секса видеть хотя и секса нет это ведь когда виртуалки добавляешь на лету и 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 вот видите я добавил диск и мы его можем использовать файловую систему виртуальную 6 мы его добавили теперь у нас есть диск также отсюда мы можем добавить мы можем добавить луны например cloud nf через nfs с частью хранилища и можем обычные диски мы добавили новый диск создаем виртуалку с обычную машину называем например ubuntu на максимально стараюсь выбирать максимальную версию фэм фэмэли до макос можно поставить выбираем линукс ведь какое большое разнообразие ubuntu 64 куда останавливаем сюда видите сразу дает задачи операции сколько мы можем использовать у меня здесь харддиск 8 гигабайт давайте 9 дадим пусть будет 10 максимальную 8 он нам ругается сразу можно какие-то настроить настройки видите более удобное меню по созданию виртуальных машин добавим можно добавить видеокарту диск вот с источником здесь довольно все интересно источники надо загружать прямо этот мы на диске создаем область исо сюда заходим и жмем upload и допустим указываем наш диск насколько он весит много есть три с половиной гига конечно давайте и прок смог загрузим гиг всего есть что там что потом загрузить ладно мне жалко просто места там не хватит давайте просто загрузим акронис для примера просто для примера то есть устанавливать не будем операцию на прошлом уроке и они там хранятся вы туда загрузили и можете уже устанавливать диск один раз сделали вот папку сделать отдельный диск туда источники сделать все у нас есть мы указали на примере сошли представим что это будет видите connect есть все вся настройка дополнительно если вам нужно если вы разбирается в этих почитаете и так далее полазите посмотреть обязательно что здесь настройки видите все удобно и фили обычный bios прям отсюда все настраивается жмем next финиш все у нас создалась виртуалка мы прям браузере запускаем эти пингвинчик наш и можем нажать play ну на процессор ругается надо в настройках отключить видимо в настройках сервера отключить так нет поддержатой медови кликер ну мы потому что виртуалку виртуалки запустили ладно не буду этим заниматься короче довольно долго все мы создали виртуалку запускаем в окне просто окно хотел показать мтус дону тесты стал видите мы сразу можем установить дополнительные инструменты которые в хайпер вине сделан уже намного удобнее ты все довольно просто включить выключить и растартнуть редактировать чем многие вещи можно делать на лету очень много то есть удобный интерфейс здесь все рулите второе окно пожалуйста вот домашнее задание будет его поюзать устанавливайте создаете машинку желательно отдельную копию если нет делайте как я через workstation изучите все меню изучить настройки какие и решить вот эту проблему запуск да чтоб машинку вас запустилась вот все я это удаляю себя чтобы у меня место было тему мы закрываем модули в пятом модуле если руки дойдут иншалан это нужно им не в этом году не в двадцать втором то там уже будем ставить висферу собирать кластер стараться ну для этого нужны оборудование и тому подобное удаляем воевар так и следующая виртуалка тоже на базе линукс чтобы закрыть эту тему прокс-мокс мы здесь уже сеть настроили но что-то там с установкой у нас не вышло окей давайте мы посмотрим я думаю очевидно преимущество воевара как на этапе установки что нам ничего занимает лучше обслуживается это что на базе линукс так и в плане эксплуатации вот не поддерживает нам нужно здесь где-то в настройках опять отключить эту штуку вот здесь вот галочку надо брать да то есть мы тогда вырубим процессоры у нас вырублена галочка странно ну окей ладно чё странно мы виртуалку виртуалки еще на операционной системе ставим диск отключается не скажу что это плохо это удобно это нужно я бы сказал просто непривычно я вам совет использовать воем вары либо хайпер веопен вазе это более для профи это опенсорс решение если ваш компания нет денег или компания жальничает то то можно просто смог использовать но с виндой она не очень он даже очень не поддерживает я точно не помню с линуксами хорошо работать с виндой было не очень либо вообще не было эти мы работаем уже с линуксами и ничего страшного нету 220 пусть будет давайте чтобы было правильно 200 300 нет там может быть проблема с этими с кэшом конечно надо чистить браузере ой 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 видим что он пишет что у него теряется производить всего от 1 до 3 процентов это очень высокие показатели вывары такие же у хопер виду был повыше я использовал ну все виртуальные машины которые есть кроме ножки нибудь супер древние одну древние даже звук и называется забыл как страшный сон такая ужасная и неудобная на юник системе ну фейл случился конечно ну давайте сейчас попробуем сейчас здесь должен убраться ну не вышло давайте попробуем на военвары установить если не получится ну будем смотреть картинки ой на военвары на хайпер в урокс макс название такое макс 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 налево это а не мы к устал свои мыл писать так видите на на базе дебина сделаны пакеты пальцем пакет и устанавливается с . д это тоже сам как зашники на разных операционках зато со свои расширения у бунту дебин свои далее будут быть разные ну вроде как успешная идет установка здесь мы даже создадим пару виртуалок повторюсь вот эти эксперименты лучше до оставить как домашнее задание на отдельный компьютер есть возможно пусть он даже слабить значит он нам написали вход по 8000 шестом порту это важно не забыть вот диск отключаем мы видим пошел пинг и все у нас есть консоль мы конечно можем сюда зайти что-то поделать потому что это это линук система посмотрите нагрузки попытаться что-то обновить немножко обновление у нас есть также можно было зайти в этом там консоли силы вар и я что забыл показать но консоль есть и вот вбиваем адрес который было написано и у нас ничего не уходит пропишем https и попадаем в окно пишем рут пароль уберем интерфейс смотрите есть разные способ авторизации не знаю с чем это отличается ну блин мне сбросился я думал там и актив директори добавили сохраняем ну это вообще не желательно отлично мы попали на виртуалку и все у нас на русском опенсорс решение пожалуйста можно осмотреть то есть домашнее задание соответственно будет после военбара изучить создаете виртуалки делайте то же самое с проксмоксом можно также создавать кластер присоединиться к ластеру в данном случае у нас просто просим установить ладно не будем сюда вникать что у нас есть параметры расклад клавиатуры не интересно хранилище здесь уже не как своим вару уже диск должен быть виден есть уже стандартные стандартные средства для резервного копирования с выбором архивации насколько это сильно когда делать то есть ведь все в одном месте куда это делать с какого узла то есть сервера да и же здесь несколько может быть можно добавить несколько серверов но не совсем сюда придется до сюда вам можно тоже добавить если не ошибается или нельзя что такое создать ст а вот короче можно создать виртуалку здесь просто мы создаем обычную виртуалку вот здесь по моменту можно создать да можно windows это обычная виртуалка то есть ничем не отличается как хайпер вида также источники надо загрузить сейчас я если вспомню хотя давайте вам будет домашнее задание выяснить как подключить здесь то есть домашнее задание вообще разобраться создать несколько виртуальных машин в м и ст вот там где написано соответственно нужно выбрать и сошник вот отсюда чтобы сказать скачали я с тем не выбрал windows например видеокарта настройки да мы выбираем здесь надо почитать что она как и от версию билуса и уехи вот есть здесь тоже есть но лучше помолчание использовать но имеет разной скорости также если вы используете сходы нужно тоже выбрать по моему какой-нибудь вот здесь сил сей и через вот эту настройку подключить но тоже до этого нужно надойти вот нету из хдшки нету примера показать как это все происходит поэтому лучше не вникайте потом появится возможность вы изучите устройство конечно лучше выбирать или скази или сато не идея делаем резервную копию не делаем резервную копию но я уберу чтоб размер диска это что такое а лимит чтения можем ограничить чтобы не нагружали другие машинки выбирают количество смотрите у всех виртуалок есть выбрать количество процессоров кроме hyperv и указываем память так сейчас подождите сколько 8092 я все время правильно пишу 8092 на 4096 вот я ошибся но это не имеет значения но просто я хочу чтобы было идеально выбираем сеть настройки сети адаптер и так далее то есть можно который больше подходит к этому железу подтверждение пожалуйста создалась виртуалка и мы сможем создать ст тут сразу идет имя хоста linux мы задаем пароль к и что а и в и в в и в и в и в и в и в и в подключение а давайте да на другом уроке расскажу как тут есть специальная программа типа пути и есть ключи для чего ключи чтобы пароль не вводить вы генерируете ключи один ключ ставить у себя а другие раскидывать на сервера и поэтому ключи подходите это грубая как визитка с пропуском до приложить карту все примерно так работает шаблон шаблон не загрузили нужно загрузить шаблон виртуалки которую вы хотите и тогда вы сможете выбрать где у нас хранилища можно прям отсюда будет загружать вспомню ладно нам нужно диски каталог создать каталог то нет а надо добавить диск нет он как своим вар и тоже работ давайте добавим из создать параметры русский диск добавить нет давайте я вам задам домашнее задание потому что уже курс подходит концу вы должны сами уметь я вам показываю как я делал ошибках где гугли как я еще я вам скажу что он сделать во первых надо добавить к этой виртуалки дополнительный диск если вы ставили на физическую машину у вас должно быть два диска будь этого и вар и будь это проксмокс на одной системы самый маленький на другом уже вы создаете каталог я добавляйте диск в этот диск вы добавляете вы создаете каталог каталог как хотите да и уже в него загружает лесочник и гуглите где вот найти эти шаблоны которые сюда нужны где вот эти шаблоны эти они как-то очень просто грузились просто нужно зайти чуть-чуть там тип вот кнопку то нажал и выбирает список шаблон вообще изи это все делается либо где-то на официальном сайте вы все это делаете и вот такое будет вам домашнее задание как бы самим разобраться это работа админов я вам показал интерфейс довольно простой и вот задание будет довольно сложно в работе много в его разобраться проксмокса как вы хотели я просто часами я не знаю годами проводил время в них и вы хотите изучить вроде тут три кнопки но здесь на самом деле очень много систем много технологий можно кстати консоль используя много разных фишек и это основная деятельность я считаю админа вы управлять не физическими серверами вы управляете виртуальным серверами и в этом нужно очень хорошо разбираться как собирать в будущем кластера как мигрировать машины машины не запускается какая-то ошибка почему не запускается ваша задача чтобы все виртуалки 24 на 7 бесперебойно работали бесперебойно и разбираться вот воевары hyper v вот проксмоксов еще уроку вем есть но я его не буду рассматривать ужасно системы здесь вам никогда не попадется ну там тоже ничего сложного нет просто на деревянно и вы должны вот в этих настройках детально разбираться уметь пользоваться вот этот консоль а типа а чё сервак тянет не тянет да все виртуалки чё у нас тут разбираться вот в этом диспетчере задач что вот это означает вот видите task 149 задач 2 запущены 48 спит вот смотрите да кстати вот линукс сейчас видно диспетчер интересного вид просто процессы сравните всего 149 задач 1 запущена и здесь где тут показано где где-то было сейчас чё сколько запущена потоки это не то забыл где смотреть сколько задач ну нет остановлены ну в общем неважно вот здесь все процессы которые запущены да и что по вашему лучше винда или линукс видите какая колоссальная разница то же самое будет примерно с этим свои вары то есть удивительная загрузка 5 гигабайт почему-то всего 5 гигабайта 3 гигабайта 36 гигабайта свободно 1 гигабайт всего лишь занят понимаете разница вот кто запустил процесс вот вот этим вещах надо как бы потихоньку потихоньку внедряться но пока вот конкретная задача скачать шаблоны где-то здесь в интерфейсе делается если не делается интерфейсе гуглите как создать ст и все ну в общем мы молодцы разобрали большую тему виртуальных машин я напомню что это основная ваша деятельность уделить этому внимание работайте больше с виртуальной машины найдите постарайтесь лишний компьютер куда можно установить скопируйте данные куда-то временно установите на него системы попользуйтесь создавайте виртуалки удаляйте виртуалки клонируйте виртуалки делайте там резервные копии вообще любые задачи какие-то все ставьте контрольные точки восстанавливать контрольные точки установить убунт установите там cintos полазите в этих систем что ли там кали линукс разные действия какие-нибудь попробуйте сделать и попробуйте выполнить там собрать кластер может у вас две виртуалки вообще круто было бы сделать миграцию между ними связать их как-то вместе хоть про космок в ходе вами вары вообще очень круто для опыта то есть я повторюсь что основное основные ваши навыки должны быть в использовании умение использовать виртуальных машин их настройки их обслуживание самое главное конечно у админства это бэкапы после бэкап идет вот именно по важности мне кажется это использование настройки умение настраивать виртуальные машины умение ими управлять дирижировать то есть вы должны прийти допустим скорее всего фирму приходите у вас уже будет какая-то из этих систем да можно все настройки на все работает конечно прикольно но прикольный и но тяжелее разобраться самом деле проще когда ты сам поставил вот логи есть что делать вы должны сами себе ставить задачи по оптимизации если пришли в компанию а там стоит сервак железный виртуалки даже если он слабый но снесите перенесите его есть средства например который физически машины делать виртуально машины инструменты это сложный процесс кучу глюков но можно сделать ее их виртуальным для безопасности удобства копирования для удобства миграция если это железо накроется чего будете делать а это если будет в кластере где-то он мигрирует и общеньких проблем так что надеюсь я донес на вас важность умение использовать гипервизоры такие как воевары такие как хайпер и и proxmox вот такие основные есть еще другие но в них разберетесь другие вообще проблем не будет иншаллах на связи